Ирак больше всех страдает от санкций против Ирана, заявили в Багдаде. Ирак больше всех страдает от санкций против Ирана, заявили в Багдаде 11 часов 20 минут, знак авторского права. EPI Photo slash Fahid Salami. Нефтяник. Знак авторского права. EPI Photo slash Fahid Salami. Иранский нефтяник. Архивное фото Багдад, 5 января РИА Новости. Ирак больше всех страдает от санкций, восстановленных США против Ирана, сообщил РИА Новости представитель Министерства нефти Ирака Асин Джихад. Ирак больше всех страдает от этих санкций, потому что Ирак в принципе полагается на газ и электричество Ирана, и их приостановка означает, что ни на данный момент, ни в ближайшем будущем не будет альтернатив, заявил Джихад. 21 ноября 2018 года, 2 часа 25 минут связанные нефтью. США ввели санкции против компаний из РФ, Ирана и Сирии по его словам, колебания в ценах на нефть также вредят Ираку. Ирак не рассматривает получение пользы за счет вреда соседним странам. Ирак состоит в ОПЕК, которая организует процесс производства нефти на мировом уровне. Была историческая договоренность между производителями внутри ОПЕК и за пределами ОПЕК, следовательно, эта договоренность не дает государству действовать в одностороннем порядке. Решение является общим решением, и так как решение общее, оно пойдет на пользу всем, заявил представитель министерства. 9 августа 2018 года, 16 часов 38 минут санкции США против Ирана Вашингтон 6 августа возобновил санкции против Тегерана, которые были приостановлены в рамках совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Подробнее о мерах, принятых Дональдом Трампом, в инфографике ria.ru. Как отметил Джихад, положение Ирака такое же, как у всех государств, и он стремится к возвращению равновесия на нефтяном рынке и поддержке цен на нефть. Любое расторжение договора навредит всем, так же как это произошло ранее. Мы считаем, что историческое соглашение, достигнутое в 2016 году, положило конец колебанию цен на рынке РЭД. И эти государства, включая Ирак, обнаружили, что коллективные решения и объединение усилий положили конец обвалу цен на нефть, потому что от этого страдали все, отметил собеседник агентства. 18 августа 2018 года, 9 часов 16 минут США грозят Ираку санкциями, союзники ссорятся из-за Ирана, он добавил, что все почувствовали на себе коллективную ответственность, и что они обязаны объединить усилия, чтобы двигаться в сторону других соглашений, чтобы контролировать баланс на нефтяном рынке. Затем была последняя договоренность на последнем заседании ОПЕК о сокращении производства нефти на 6 месяцев на 1,2 миллиона баррелей, из них 800 тысяч для государств-производителей, входящих в ОПЕК, и 400 тысяч для невходящих в ОПЕК государств. Это одно из решений для контроля за нефтяным рынком. Следовательно, Ирак не рассматривает получение пользы от блокады какого-либо государства и далек от этого, заявил Джихад. Продолжение следует...